Братья и сестры, последние пару недель мы были в очень таком активном посещении церквей и заметили, что в некоторых церквах сохранилась хорошая традиция, когда приветствуют, все встают. Но что я отметил, у нас тоже сохранилась одна традиция, где везде встают при этом приветствия. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Мы помолимся, попросим Божьего присутствия и благословения. Господь наш Отец Небесный, мы искренне благодарны Тебе за то, что мы видим лица друг друга, за то, что мы имеем это место, где прославляется имя Твое, где мы можем поклониться Тебе, где мы можем из Твоего Слова черпать те живительные силы для дальнейшего следования за Тобой. Господь, благослови это служение своим присутствием по своему верному обетованию. Господь, благослови братьев говорящих, поющих, и все, что будет, чтобы это было в силе Духа Святого для славы Твоей. Аминь. Мы все находимся на пути к вечности. Я бы предложил номер 544. Мой дом в стране небесной. Мой дом в стране небесной. Светительный цветок. Мой дом в стране небесной. Мой дом в стране небесной. Мой дом в стране небесной. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДimaTorzok 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 Мы созерцаем Его красоту, когда этот Дух, Он говорит нам, что вы дети Божьи. Это Дух, Который обличает нас, Который возрождает нас, Который ведет нас, Который дает нам силу. Когда мы помним все эти моменты, то мы созерцаем Его красоту. И также Он говорит, чтобы посещать Храм Его. Чтобы быть в том месте, где говорят о Боге. Чтобы быть там, где Бога славят. Сегодня можно пойти в разные места. Можно посидеть дома, смотреть футбол. Можно еще что-то делать. Можно пойти в парк. Можно заняться многими другими вещами. Но царь Давид говорит, что я хочу быть в Храме Господнем. Там, где славят Бога постоянно. Там, где не перестает звучать хвалу тому Творцу, в Которого Он верил. Для нас это сегодня урок. Чтобы мы просили и искали у Бога не земных вещей, потому что Он знает, что нам это нужно, как Иисус говорил на горной проповеди. Но чтобы мы искали Царствие Божие и Его праведности. Чтобы мы искали, чтобы нам быть в Доме Господнем и созерцать Его красоту. Красоту, как Триединого и Вечного Бога. И сейчас у нас будет возможность, чтобы мы помолились и чтобы мы просили у Бога, Господи, покажи нам Твою красоту. Аминь. Мой великий Бог, я благодарю Тебя за то, что мы можем быть в Доме Твоем, Господи. За то, что мы можем называть Тебя нашим Отцом. За то, что Ты нам показал, Господь, Твою волю. Ты открылся нам, Господь, в Иисусе Христе, Господь, через Духа Твоего Святого. Я благодарю за то, что мы можем славить Тебя, Господи, и быть здесь. Я прошу, Господи, научи нас, Господь, созерцать Твою красоту и искать этого, Господь, во всей нашей жизни. Искать, Господь, Тебя, искать Царствия Твоего, Господь, и жить для Твоей славы, Господь, постоянно пребывая в Твоем доме, в Твоем присутствии и служа Тебе, Господь, во всем. Аминь. Аминь. На этой неделе среди нас группа с Белоруссии, которые совершают служение среди сирот. И сестра Анастасия выйдет и коротко поделится, что совершает Господь через их служение. Приветствую Вас, дорогие братья и сестры. Приветствую Церковь. Спасибо Вам за Ваше гостеприимство, за Ваше принятие. И большая благодарность Вам за то, что на протяжении уже почти 20 лет Ваша Церковь активно участвует в нашем служении детям-сиротам в Белоруссии. Меня зовут Настя. Я, скажем так, у основания этого служения, которое начинали братья и сестры из Вашей Церкви тоже у нас в Белоруссии. И наше служение, оно еженедельное, оно ежедневное, оно, можно сказать, 24 на 7. И вот, слава Господу, оно продолжается. И, наверное, я хочу сегодня поделиться двумя такими хорошими для нас новостями. Первое – это то, что мы на протяжении долгого времени молились и переживали, как нам вот быть более эффективными, когда мы служим деткам с ограниченными возможностями. Особенно тем деткам, которые имеют умственное отклонение. За последние годы возросло количество детей с синдромом Дауна. И мы также работаем с такими детками. И поэтому у нас было сильное переживание, как делать так, чтобы наши библейские уроки были более эффективными. Мы очень долго молились об этом. И хочу рассказать про… Есть у нас такие два мальчишки. Это Ярик и Тимофей, которые с самого раннего возраста, с самого детства находятся в интернате. Сейчас им примерно по 14 лет уже. Подростки они. И эти мальчишки, они всегда были самыми буйными. То есть могли бросаться стульями, могли сильно избивать друг друга, избивать других детей. Но на сегодняшний день Господь делает так, что и Ярик и Тимо – это уже, можно сказать, в каком-то смысле наши помощники. Если вы знаете, то детки с таким синдромом, они также ограничены в своей речи. И если домашними детками занимаются, вкладывают в них, то они более адаптированы к жизни. А эти ребята, они как бы в каком-то смысле сами по себе растут, развиваются. Но Господь, Он делает свою работу. И Ярик и Тимо сегодня уже не буйные. Сегодня это мягкие, дружелюбные такие мальчишки. И мы заметили в какой-то момент, что Господь нам положил на сердце побольше петь с ними. Почему? Потому что если они обычно в повседневной жизни произносят буквально там, ну, два-три звука буквально, то есть есть определенный набор звуков, то когда мы стали больше петь песен о Боге с этими детками, то во время пения они могут произносить целые фразы, целое предложение. И для нас это было такое тоже чудо. Мы стали радоваться, стали больше петь именно для них, именно с ними. И стали использовать больше каких-то таких наглядных иллюстраций, картин. И вот для меня было удивление, когда я проводила там серию библейских уроков про Моисея, и когда мы их повторяли, у меня была ситуация такая, что Ярик встает. То есть если дети, которые могут говорить, они могут отвечать на наши вопросы, то здесь была ситуация, что Ярик встал, выходит вот вперед, прямо перед всеми, и снимает обувь параллельно тому, как я вот повторяю с ними историю. Я думаю, что происходит? А оказывается, Ярик вспомнил, что вот Господь сказал Моисею, да, сними обувь твою, потому что земля, на которой ты стоишь, святая. То есть для нас это тоже был ответ на молитвы, что вот они понимают, они воспринимают, что Слово Божие, оно живое, что даже, ребят, с ограниченным умом оно касается. Поэтому слава Господу. И вот вторая наша такая добрая новость, то что ребята-выпускники интернатов, они, если домашние дети куда-то едут на учебу, вы понимаете, да, то есть они могут позвонить родителям, спросить, что делать, как сориентироваться в каких-то вопросах. То выпускники интернатов, они очень ограничены, им очень тяжело ориентироваться, они не всегда понимают, как заплатить счета, как просто даже сходить к врачу. И поэтому наша такая основная цель, чтобы мы обязательно познакомили их с поместными церквями, вот куда, в какой город ребят отправляют туда, и мы едем, знакомимся с пастырем, знакомимся с церковью и стараемся вот их куда-то приобщить. И слава Богу, что есть открытая церковь, которая принимает таких ребят, которые служат. И вот последний раз нас приглашали на крещение пятерых ребят, вот было четыре парня и девушка, выпускники интернатов, поэтому для нас это благословение, слава Господу. И многие из ребят уже сами служат, некоторые преподают воскресную школу, создаются христианские семьи, поэтому вот такие хорошие, добрые новости есть. И также мы служим для взрослых, это в Белыничах есть дом инвалидов, где находятся пожилые люди, одинокие, и также люди с ограниченными возможностями. В том числе там есть определенное количество деток с интерната, которые имеют диагнозы, которые имеют ограничения, и которые уже потом после школы, вот они до конца своей жизни находятся в таких учреждениях. Поэтому, да, слава Господу за то, что мы можем радоваться, видеть такие победы. И еще раз большая благодарность вот вашей церкви за ваш вклад. Спасибо большое, слава Богу. Тебя благословляю, Боже, за жизнь, как искру во вселенной. Я для тебя миров дороже, ты мир даешь душе нетленной. Светлым лицом презритый помилуй, крепкою рукой огради. Боже, избыток победы и силы, ты для души не спошли. Тебя благословляю, Боже, за дар любви, прощенья, милость. Ты стал душе моей дороже, всего, что я имею в жизни. Светлым лицом презритый помилуй, крепкою рукой огради. Боже, избыток победы и силы, ты для души не спошли. Тебя благословляю, Боже, ты подарил семью, как крепость. Она растет, настало больше, за что тебя благодарю я. Светлым лицом презритый помилуй, крепкою рукой огради. Светлым лицом презритый помилуй, крепкою рукой огради. Боже, избыток победы и силы, ты для души не спошли. Боже, избыток победы и силы, ты для души не спошли. Боже, избыток победы и силы не спошли. Боже, избыток победы и силы не спошли. Боже, избыток победы и силы не спошли. С ними не спошли. С ним я без страшен, спокоен, душу не спошли. Боже, избыток победы и силы не спошли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Приветствую вас, возлюбленная церковь, дорогие братья и сестры. Тема моей проповеди, которую я хотел бы сегодня всем предложить для нашего рассмотрения, это последствия упущенных возможностей. Вы знаете, мы живем с вами в современном мире, где социальные сети стали уже неотъемлемой частью нашей жизни. И ученых все больше беспокоит тот факт, что очень много людей сталкиваются со страхом или чувством упустить что-то важное в своей жизни, упустить какие-то новости, какую-то возможность. В психологии это называется синдром упущенных возможностей или выгоды. Я думаю, многие из нас, оглядываясь назад, может быть даже с грустью, могут вспомнить из своей жизни, когда они упускали какую-то возможность, когда они упускали какой-то шанс в своей жизни. Вот если бы я тогда воспользовался этим шансом, если бы я послушался своих родителей, моя жизнь сложилась по-другому, если бы я тогда не ленился, я бы мог овладеть очень хорошей профессией. Братья и сестры, вас посещали подобные сожаления? Упущенные возможности, вы знаете, это еще не самое страшное, что может с нами случиться в нашей жизни. Куда сложнее нам даются их последствия. Если бы еврейский народ со всей серьезностью отнесся к словам Иисуса, которые Он произнес у подножия Иерусалима, это Луки, 19 глава, 43 стих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Если бы народ до конца осознавал, какие последствия ожидают их, перед ними стоял тот, кто готов дать им был прощение и спасение, кто готов понести их немощи, болезни, его любви и милости хватало бы на всех, но они упустили эту возможность, ибо они не узнали времени посещения их. Они упустили эту драгоценную возможность в своей жизни. Желание моего сердца, чтобы мы посмотрели вместе с вами на одну библейскую историю. Историю одного человека, очень успешного человека, который обладал огромными возможностями и ресурсами, но, к сожалению, он не мог ими правильно воспользоваться. Цена упущенных возможностей – жизнь вечная. Все, у кого есть Библии, предлагаю открыть текст Священного Писания. Это Евангелие от Луки, 16 глава, с 19 стиха. Евангелие от Луки, 16 глава, с 19 стиха. «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лона Авраамова, умер и богач, и похоронили его. И в Аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И возопив сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени всем». Но Авраам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь учешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами, утверждена великая пропасть, так, что хотящие перейти отсюда к вам не могут. Так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он, «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал, «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему, «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Вы знаете, когда читаешь эту историю, очень часто скептики или критики Библии не придают ей большого значения. В качестве аргумента они приводят тот факт, что в большинстве библейских изданий, в том числе и в синодальном переводе, эта история представляется в виде притчи или аллегории, то есть и на сказание, где выражается какая-то мысль или идея в конкретном образе. При этом они не учитывают один очень важный факт, что ни Христос, ни Евангелист Лука не придают ей статус притчи. В текстах оригинала нигде не было деления на стихи и главы, тем более разделять их над темы и под заголовки. Это было сделано гораздо позже для упрощения при чтении Слова Божьего. Это вовсе не означает, что Иисус Христос вообще никогда не говорил притчами, потому что в других текстах мы читаем, когда Евангелист пишет, иную притчу предложил он им. Что я этим хочу сейчас сказать? Чтобы мы обратили самое серьезное внимание на эту историю, чтобы в нашем сердце не было никакого сомнения, что было ли это событие когда-то, или это просто аллегорическое повествование. Итак, что мы видим в данном тексте? Главный герой, о котором здесь идет речь, Писание говорит нам, что он был очень богат. И одним из доказательств его богатства служили его дорогие и изысканные предпочтения в одежде. Это порфира и висон. Современному человеку и особенно молодежи эти одежды, скорее всего, ни о чем не говорят. Порфира – это шерстяная ткань. Она была окрашена в дорогую пурпурную краску. И исследователи Библии говорят, чтобы покрасить один сантиметр этой ткани, требовалась одна моллюска, которая обитала в акватории Средиземного моря. То есть нетрудно догадаться, что такие одежды стоили баснословных денег. И люди, которые могли иметь их в своем гардеробе, скорее всего, были царского происхождения. Что еще одним аргументом богатой жизни этого человека свидетельствуют его образ жизни, как написано, «Каждый день пиршествовал блистательно». Словарь Стронга переводит слово «блистательно» как «великолепно», «помпезно», «экстравагантно», «чрезмерно». Как вы понимаете, все это действие происходило на Востоке. К примеру, в Средней Азии, если ты хочешь провести какое-то крупное мероприятие, скажем, день рождения, юбилей, свадьбу, то, как правило, люди для этого снимают в аренду специальные помещения. На местном наречии это называется «тойхана» или «зал торжеств». Вы знаете, это очень красивые архитектурные здания. На любой цвет и вкус. Вы хотите в стиле барокко? Пожалуйста. Может, вас интересует эпоха Возрождения? Без проблем. Если кому-то нравится в современном стиле, и это можем предложить. Очень большое разнообразие. Вы знаете, интерьер ничуть не уступает фасаду. Это очень красивые мраморные колонны, многоуровневые потолки, огромные люстры, изваяние античных героев. Просто блески великолепия. Но что меня больше поразило всего, это контраст, который я увидел. Буквально в 30-40 футов этого великолепного здания, этого изящества и искусства, я увидел ветхую лачугу, которую буквально, если хороший сильный ветер подует, просто снесет. Вы знаете, в моем образе моментально всплыла эта история, о которой нам повествует евангелист Лука. Я думаю, этот богач был настолько богат, что мог позволить себе иметь свою собственную той хану. У него были самые лучшие вкусы, на его стол подавались лучшие блюда, вина, закуски, играла живая музыка. Он пиршествовал блистательно. А у самого входа, в его дворец, на мраморных ступеньках, лежал нищий лазарь. Вы знаете, Библия не говорит, что он жаловался на свою судьбу. Он не роптал на Бога. Он даже не просил подаяния. Он даже не просил помощи. Он лишь питал надежды на то, что, возможно, кто-то из гостей обронит кусочек хлеба, кусочек пищи, чтобы хоть как-то продлить и без того его тяжелую жизнь. Мы не знаем, как это долго продолжалось, длилось, но пришло время, и Бог подвел черту в жизни этих людей. Наступила вечность, а вечность, как правило, все расставляет по своим местам. Наше социальное происхождение, титулы, регалии, на каком транспорте мы ездили, в каких домах жили, для вечности это не имеет, абсолютно никакого значения. Подняв свои глаза, богач к ужасу осознает, что он оказался не в том месте, в котором рассчитывал себя увидеть. Он увидел Лазаря, который находится на самом почетном месте, у груди Авраама. И далее мы видим, что богач просит облегчить его страдания. И в ответ Авраам делает очень важное заявление. По сути, этот стих является центральным или ключевым. Он проливает свет и раскрывает причину, почему этот богатый человек оказался в аду. Это 25 стих. Но Авраам сказал, «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое, ныне же он здесь учешается, а ты страдаешь». Авраам говорит, «Вспомни, вспомни, сколько ты получил добра в своей жизни, сколько у тебя была возможность, сколько Господь тебе давал шансов, чтобы ты что-то сделал для Царства Небесное». Обратите внимание, ему для этого не надо было ехать с миссионерской поездкой в Новую Гвинею, учить новый язык, чтобы свидетельствовать людям о Боге, заканчивать библейский колледж. Господь обо всем уже позаботился. Ему просто нужно было открыть двери своего сердца, двери своего дома и увидеть в этом нищем человеке своего ближнего, который нуждается в помощи и сострадании. Вы знаете, на его фоне даже вот эти грязные в глазах евреев псы являли более сострадание, чем этот богатый человек. Я очень долго думал, пытался определить для себя и понять, чем руководствовался этот человек, что было парадигмой его жизни или философией, что мешало этому человеку накормить Лазаря тарелкой супа, выйти, принять его в свой дом, смазать его раны елеем, оказать любовь и сострадание. Ключ к пониманию лежит в том, к кому в первую очередь адресована эта история. В 14 стихе этой же главы мы читаем «Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им, «Вы выказывайте себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Ветхий Завет давал все основания полагать, что если человеку сопутствует успех, если его стада увеличивается, если житницы наполняются зерном, богатство прибавляется, то это значит, что Бог весьма благоволит ко мне, значит, у меня правильные взаимоотношения с Богом. Материальный достаток и благополучие считались признаком Божьего расположения. И отталкиваясь от этих принципов, люди, подобные богачу, смотря на Лазаря, на его нищенское и убогое состояние, считали, что такие люди очень сильно огорчили Бога. Возможно, они несут наказание за поступки своих родителей. Скорее всего, такими критериями мыслил и этот богач. Скажем так, если не проповедник, то как минимум последователь современной идеи Евангелия благополучия. Когда у тебя все хорошо и прекрасно, когда у тебя нет проблем, когда у тебя есть аккаунт, полный деньгами, когда ты не болеешь. При всем этом он не мог не знать о таких важных заповедях, о которых его предупреждало Слово Божие, потому что он был плоти кров еврейского народа. И, скорее всего, большая вероятность, что он знал эти заповеди. Два текста. Притча 14 глава, 21 стих. «Кто презирает ближнего своего, тот грешит, а кто милосерд к бедным, тот блажен». И второй текст, Левитам, 19 глава, 18 стих. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Бог дал ему ресурсы, Бог дал ему возможности, чтобы он смог проявить любовь к ближнему своему. Увы, упущенные возможности. Какие уроки Иисус Христос оставляет нам в этой истории? Как мы используем возможности, которые нам сегодня дает Господь? Он дает нам время, Он дает нам здоровье, Он дает нам силы. Сейчас время благодати. На что мы тратим свою жизнь? Что мы делаем для того, чтобы Царство Божие распространялось на земле? Возможно, нам сегодня многим из нас нужно пересмотреть свои жизненные приоритеты. Может быть, мы неправильно пользовались временем. Писание говорит, 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что Он делал, живя в теле, доброе или худое». Еще один серьезный урок или месседж я бы сегодня хотел оставить молодежи, детям верующих родителей. Писание говорит, трудно богатому войти в Царство Небесное. Вы знаете, я уже около двух лет наблюдаю за молодежью, и мне кажется, не только богатому, но и детям верующих родителей порой трудно войти в Царство Небесное. Вы родились в семьях, где Вас с детских лет рассказывали о Боге. Более того, я держусь сказать, что Вы родились в царских семьях, потому что так говорит Слово Божие о Божьих детях, рожденных свыше, новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел. Это особая милость и привилегия родиться в христианской семье, в семье, где служат и поклоняются живому Богу. И по милости Божьей Вы не прочувствовали тех глубин сатанинских, через что проходят люди этого мира. Но, к сожалению, Вам что-то мешает прийти к Богу, что-то мешает стать частью Божьей семьи. У Вас есть какое-то преткновение, которое Вам мешает одеть одежды, которые лучше любой порфиры, лучше всех богатств, которые может предложить этот мир. Это одежды праведности, одежды, цена которых кровь нашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа. И она предлагается Тебе сегодня абсолютно даром. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Возможно, кто-то в Вашей жизни был соблазном, но, возможно, Вы, как тот богач, избрали для себя какую-то формулу жизни, в которой вместе могут уживаться, и Ваши грешки, и опасные увлечения, и даже Христос. Это дьявольская уловка. Родиться в христианской семье, так много слышать о Боге, знать о грехе, знать о Божьем суде, знать Божий план спасения, и не воспользоваться им. Это самая ужасная трагедия, что может случиться с человеком. Упущенные возможности. Знаете, я никогда не был сторонником, когда свидетельствуешь людям о Боге, пугать их адом, вечными муками. Куда приятнее рассказывать о Божьей любви, о милости, о прощении, о спасении. Но если мы говорим в контексте этой истории богача и Лазаря, мы никак не можем миновать эту тему, тему существования ада. Невозможно закрыть на это глаза и сказать, ну не надо сгущать краски. Это было всего лишь гиперболах, чтобы какое-то впечатление на фарисеев выявить. Но в крайнем случае, пусть это будет чистилищем, где грешники пройдут очищение и воскреснут к вечности. Это дьявольская доктрина. Если коротко, то ад – это последствия упущенных возможностей. точка невозврата, упущенный шанс на спасение, где ничего невозможно поменять в своей жизни. Иисус Христос, обращаясь к ангелу феотирской церкви, говорит ей такие слова. «Я дал ей время покаяться, но она не покаялась». «Дорогой друг, не жди, что в твоей жизни должны произойти какие-то сверхъестественные изменения, гром с неба, какое-то явление, чудеса, знамения. На это в свое время надеялся и богач. Он думал, что воскресший Лазарь придет к братьям этого богача, и их образ жизни поменяется, их жизнь преобразится, и они достигнут жизни вечной». Авраам полностью и кардинально эту мысль меняет. Он говорит, «Слово Божие абсолютно достаточно для спасения души. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». В заключение хочу последний вопрос задать. «Вы уже решили, где будете проводить жизнь вечную? Вы воспользовались возможностью провести вечность с Господом, с Его святыми детьми? Если да, то Писание говорит, «блаженный, званный на брачную вечерю Агнца». Если ты сегодня еще не определился, если ты не имеешь в себе свидетельства, что ты будешь проводить вечность с Богом, значит, тебе нужно с Ним примириться. Попросить прощения, признать свой грех, и Иисус Христос войдет в твою жизнь. Только в Иисусе Христе полнота всей жизни, как на земле, так и вечности. Пусть Господь нас всех благословит. Аминь». Прошу пройти сюда вперед на сцену группу братьев-сестер, которые ездили с миссионерским посещением церквей. Пока они выходят, я хочу сказать, да, церковь молилась, переживала, и Господь благословил их поездку, они смогли съездить и вернуться. Поэтому они коротко, несколько свидетельств, и участие будет музыкальных. И я думаю, что потом мы еще совершим молитву благодарения за то, что Господь благословил их в пути и в дороге. Приветствую вас, дорогая церковь. Сердечно благодарим за молитвы, за поддержку. И мы поистине чувствовали вашу поддержку, ваши молитвы. Вы видите, здесь большая группа, но когда мы попали в Казахстан, мы все разделились на три группы. И с Божьей помощью у нас получилось проехать около шести тысяч километров по всему Казахстану. Конечно же, не все места были посещены, но очень много мест, около сорока служений было совершено. Мы с нашей группой посещали западный Казахстан. И хочется сказать, что когда вот кто-то рассказывает, когда за кого-то говорят, это по одному слышится. А когда ты сам побывал там, когда ты сам прочувствовал, прочувствовал, как люди каются, как люди приходят к Богу, ты совсем по-другому начинаешь воспринимать людей, которые там трудятся. Одно такое свидетельство, вспоминаю, брат говорит, уже это сейчас наш брат, говорит, что когда он покаялся, от него отвернулись абсолютно все. Мы были в мусульманской стране, где, вы знаете, большинство мусульман, и от него отвернулись все родственники, все, даже не то, что отвернулись, они очень так агрессивно настроились против него и сказали, что если ты будешь посещать эту церковь, если ты перейдешь в эту веру, ты можешь забыть за нас всех. Брат вот так вот молился, переживал, пришел в церковь, рассказал о своих переживаниях, ему говорят, мы тебя будем поддерживать, но родственники так агрессивно настроились, что они говорят, мы тебя убьем. И вот этот брат, он принимает решение, спасибо, переехать в другой город, переезжает в этот другой город, там становится членом церкви, потом люди уже другие, родственники его видят, как он поменялся, и сами ему звонят, говорят, что с тобой произошло, мы тебя не узнаем. И знаете, что самое для меня больше всего тронуло, это когда говорят свидетельства, вот в 90-х годах это было, вот в 2000-м каком-то году, а вот эти свидетельства это свежие, это вот брат рассказывает, я совсем недавно, 4 года назад я еще не знал Бога, а сейчас я молюсь Богу, я знаю Его, и вот эти свидетельства, когда ты слышишь, что это вот совсем недавно свежее что-то, тебя это очень сильно ободряет, и я скажу, что вот мы, братья и сестры, которые были там, казалось бы, поехали, чтобы ободрить народ Божий там в Казахстане, но я лично за себя скажу, ободрился очень сильно, и чувствовались ваши молитвы, и напоминание такое для всех нас хочется оставить, чтобы мы молились за тех людей, которые трудятся там, за тех людей, служителей, которые там посвящают свою жизнь, чтобы мы молились, чтобы у них не опускались руки, потому что иногда порой смотришь, у людей такая какая-то апатия, ты думаешь, служишь Богу, делаешь что-то, но не видишь никакого результата, и кажется, ну хочется уже опустить руки, но, друзья, мы здесь для того, чтобы поддерживать людей там, для того, чтобы у них были силы, были возможности, и было желание. Мы сейчас поем первую нашу песню. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Валерий Колтаков Сергей Кадауров Павел Ний Славик Чухович вот и вместе с тем нам Бог позволил посетить 24 церкви из них было три реабилитационных центра и мы в общей сложности проехали 2150 км и мы начиная от Чунжи до Шимкента проделали этот путь хотелось бы отметить что люди там живут в непростых обстоятельствах но вместе с тем они очень жизнерадостные и мы были для них ободрением а они были для нас ободрением мы посетили также вот это село Чунжа которое было отдаленная точка это граница с Китаем там проживает миссионер Бобков Николай это поселение уйгуров уйгуры они очень тяжело достижимы народ для Иисуса но вместе с тем очень приятно было слышать от миссионера что есть тайные ученики Иисуса которые верят в Иисуса Христа но в силу жизненных обстоятельств они не могут ходить в церковь проезжая по тем отдаленным местам я заметил что в каждом месте где мы приезжали есть светильник горящий и светящий окружающим мире как бы хотелось сказать Господу чтобы он дал нам силы молиться за вот те места которые там мы посетили чтобы их светильник не угошал и чтобы Бог прилагал спасаемых церкви своей аминь мир вам братья и сестры наша группа она состояла из нас было 14 братьев и сестер в основном братья служители у нас были и те которые и молодежь с нами были сестры мы объехали 15 церквей посетили 14 церквей вокруг Чемкенска Чемкенска область также город Тарас и наши братья также посетили и провели служение двое из них ездили в город Ташкент и там провели также общение и посещая вот эти церкви посещая церкви мы видели именно то что церкви живые они очень маленькие там очень мало братьев и церкви они настолько были живые мы в одну церковь приехали в казахскую церковь и мы удивились там было наверное где-то их всего было где-то может быть человек 25 но было наверное не меньше 15 молитв после первой проповеди молитвы после второй проповеди молитвы вы знаете настолько вот эта жажда жажда слова жажда общения и мы благодарны были Богу что Бог нам позволил именно быть там и благодарны Богу за ваши молитвы мы чувствовали это потому что были такие моменты когда нам было я скажу так и когда мы очень поздно под утро приезжали уже там где мы находились там где мы спали а утром рано нам надо было 8 часов уже подниматься ехать на другие служения и с постом и с молитвой мы совершали вот это служение и мы благодарны Богу что Бог благословил мы хотели бы просить вас чтобы вы молились молились за тех оставшихся братьев которые там остались их немного в одной церкви там одни сестры остались и нету брата даже который мог бы совершать служение братья ездят с большой церкви чемкентской церкви они ездят посещают их и нужда там не только в братьях и там нужда есть и такая материальная нужда и вы знаете они настолько гостеприимны настолько они открыты сердцем и все но видя их нужду мы видим что наша помощь наша помощь она им там нужна я хотел бы чтобы мы прежде всего молились молились за вот эти церкви которые маленькие чтобы Господь укрепил тех братьев которые трудятся там чтобы Господь благословил и казахские церкви сегодня чтобы больше еще казахского народа и местного народа приходили туда вы знаете когда было служение и там специфика особая это Азия может быть вы слышали те кто слушал воскресное служение нам прислали ну как текст сказали чтобы когда будут покаяния чтобы мы отключили попросили отключить и нам пришлось это сделать но знаете вот эти искренние молитвы когда приходит человек и когда кается и скажем так сестра которая идет вот и последствия ее греховной жизни видны следы на руках но ее искренняя молитва к Богу к Богу же чисто свято и чтобы она могла нести вот этот свет Евангелия мужу и другим родственникам которые ее не принимают которые ее полностью отвергли вы знаете вот хочется просто чтобы мы все объединились в этом за казахский народ не только за казахский там и турки там и другие мусульманские народы чтобы Господь помог им идти нести вот этот свет Евангелия чтобы наша церковь и другие церкви мы могли бы дальше помогать им вы знаете и когда мы уже уезжали один брат служитель который ответственный там и он сказал такие слова вы говорит может быть до конца вы не осознаете и не понимаете то что вы сегодня ваши церкви совершают там на этой казахстанской земле если бы говорить не мы то мы не смогли бы совершать то служение которое мы сегодня совершаем там я хотел бы просить и мы еще наверное выставим молитвенные нужды за многих людей там молитесь чтобы Господь благословил их и помог чтобы распространять Царствие Божие Евангелие и чтобы мы может быть объединившись вместе с ними могли и то что мы им уже предложили в сфере евангелизации чтобы могли это сделать и оно совершилось в будущем да благословит нас Господь братья и сестры нам еще предстоит еще одно пение Бог подарил одному из наших братьев и музыку и слова и это будет большим как бы таким ободрением и было большим ободрением в тех церквах где мы его исполняли мы с Божьей помощью с группой девяти человек посетили с западной стороны Казахстана тоже проделали очень большой путь увидели дома молитвы которые были с любовью построены теми братьями и сестрами которые выехали уже оттуда это были и немцы это были и другие братья и сестры но я хочу подметить что лично я за 25 лет впервые был там и по особому увидел ответственность ну мою нашу за те церкви откуда мы выехали я думаю что нам несложно вспомнить ту эсфирь которая имела возможности послужить Богу тем что Бог ей дал а это и духовные силы я скажу я по особому увидел этот контраст цель поездки это было увидеть братьев сестер да ободрить их увидеть их нужды может быть вместе помолиться на одной из встреч я сказал что братья и сестры нам нравится вот иметь это общение мы бы хотели выполнить роль как бы этого стартера зажечь вас мы слышим о тех переживаниях может быть каких-то несогласиях между вами но мы хотим вот объединить вас и нас всех к одной цели и что в конце мне понравился один из служителей сказал вы очень хорошо сделали вы выполнили свою миссию вы выполнили роль стартера вы завели этот мотор но теперь любому мотору нужно топливо пожалуйста поддерживайте своими молитвами своим присутствием по возможности вторая цель я хотел увидеть себя и то что имею я и имеет наша церковь в контексте ну всего благодарю Бога за то что у меня благодарное сердце я скажу это искренне мне часто приходилось где-то может быть дискусировать со многими и говорить что мы имеем очень много у нас прекрасная церковь да у нас есть к чему стремиться но к сожалению дьяволу удается показывать какие-то недостатки и отдалять нас друг от друга и этим самым его это заинтересованность и я скажу я еще больше убедился что мы можем быть как орудием в руках божьих на созидание так же если мы не бодрствуем мы можем служить на разрушение там где бы мы не находились еще раз хотел повторить ту мысль что на каждом из нас откуда бы мы не выехали есть ответственность во первых молиться и поддерживать те церкви тех братьев и сестер которые искренне трудятся для бога но они не имеют тех сил и тех возможностей которыми бы мы могли им помочь пусть господь нам в этом поможет мы сейчас все вместе споем на земле есть местечко такое где господь своих верных собрал это место нам очень родное средь огромных долин и средь скал весь о боге тут так же несется прославляется имя христа а спасение весь раздается всем кто слышит и ставили мать спорту а а а а а а а а Казахстан, пилотенцы, народы, Бог людей здесь своих находил. И где враг расставлял нам оковы, там Господь чудеса творил. Расбросала нас всех жизнь по свету, плану Бога для каждого свой. И хоть зло наполняет планету, верность Богу храни, о друг мой. Казахстан, пилотенцы, народы, Бог людей здесь своих находил. И где враг расставлял нам оковы, там Господь чудеса творил. В небесах ждет очистка, родная, там наш дом в сердце бьется туда. А подрисет душа дорогая, Творец любит и ждет тебя. Там на небе нас ждет тюбря. Станем совершим благодарственную молитву о том, что Господь благословил эту миссионерскую поездку. И также Господь позволил, и другая команда также ездила, руками трудились и участвовали. И также в создании, в помощи церкви, благотворительной столовой. И что Господь также там благословил. Помолимся. Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты услышал наши просьбы, наши молитвы. Ты позволил съездить, посетить братьев и сестер. И где-то поддержать, где-то самим получить это благословение, слыша, видя, как люди живут, любят и служат Тебе. Мы просим, Господь, Ты видишь, там все церкви, братьев и сестер, которые посвящают Тебя на это служение. Им часто тяжело, им часто сложно в тех обстоятельствах, когда, может быть, десятки, сотни километров разделены они друг от друга. Но мы просим, Господь, мы знаем, что Ты живой Бог. Ты готов поддерживать, Ты готов открываться там, где рядом, может быть, никого нет. И просим, благословите церкви, братьев и сестер, которые нуждаются в этом. За то, что Ты сохранил, благословил в пути, в дороге, дал возможность вернуться домой. Мы хотим поблагодарить Тебя, нашего Господа и Спасителя. Прибудь с нами. Аминь. Аминь. Садитесь. Мир вам, братья и сестры. Я как будто в Казахстане побывал, послушал свидетельства, столько новых имен, столько событий. Слава Господу. Искренне порадовался. В Казахстане сегодня где-то 700 примерно уже есть членов церкви из казацкого народа. Есть уже где-то два десятка рукоположенных предсвитеров и уже около 30 братьев-диканов из казацкого народа. Это сокровище уже. Мы очень рады за это и благодарны Господу. Я сам проживаю сейчас в Германии уже год и 10 месяцев. Я хотел вначале от сердца поблагодарить многих-многих друзей, которые лично молили за меня, за мою семью. 10 месяцев назад Господь взял к себе мою спутницу, жизнь, Олю. И знаете, я хочу сказать, что мы вот очень чувствовали вот эту молитвенную поддержку. Многих братьев и сестер. Спасибо вам. Я могу сказать, что мы видели сквозь слезы радугу. И не только мы, как дети, и я лично, как муж. Мы видели, как Господь вот с такой любовью взял Олю к себе. И даже люди неверующие, знаете, перед самым переходом уже где-то немножко больше суток, нас посетил опять врач, Оля дома была, и она ничего не могла понять, так удивилась. Там все дети наши, внуки были. И потом она видела Олю, она видела лицо ее, она видела на ее лице, знаете, вот это сияние веры. И она говорит, я ничего не могу понять, я ничего не могу понять, врач говорит. И я тогда ей сказал, что мы христиане, что мы любим Господа, у нас есть надежда. Мы плачем, но мы видим радугу, мы видим Бога. И знаете, вдруг эта женщина-врач как заплакала и говорит, какие вы счастливые люди. Какие вы счастливые люди. Это тоже было добрым свидетельством. Я хотел от сердца поблагодарить вас за ваше участие, за поддержку. Спасибо вам. У меня на сердце есть поделиться Словом Божиим. Мы будем читать первое послание апостола Петра, первая глава. Мы будем читать с 14 стиха. Как послушные дети, не сообразуйте с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого. И сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Аминь. Я хотел обратить сегодня наше внимание, братья и сестры, на драгоценную кровь Иисуса Христа. Писание говорит нам, что без пролития крови не бывает прощения. И пролитая кровь говорит о том, что была отдана жизнь. И мы знаем, что Иисус Христос свою любовь нам доказал, и Бог Отец доказал эту любовь, что Он отдал Сына Своего Единородного за наши с вами грехи. И мы призваны напоминать это друг другу. И это очень важно. И Господь говорит, теперь вы как искупленные люди, Он ожидает от нас, чтобы мы были похожи на Него. Он говорит, если вы называете отцом, вот меня, того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то тогда по примеру призвавшего, будьте святы во всех поступках, потому что я свят. И Он говорит, и со страхом и трепетом проводите дни странствования вашего. И знаете, когда мы это вспоминаем, размышляем, и думаем о той цене искупления, и Писание говорит, не золото и серебро, нет. Это драгоценная кровь Иисуса Христа. Вы искуплены ею. Так говорит Слово Господне. И если человек искупленный возвращается назад к той прежней греховной жизни, он предает эту кровь. Он предает своего Спасителя. Но размышляя о этой цене, о пролитой крови Сына Божьего, это как бы стимулирует нас к святой жизни и к жизни со страхом и трепетом проводить дни странствования нашего. Давайте вспомним, как наш Господь умирал на кресте. Вы знаете, Писание говорит нам очень сжато. Но есть некоторые моменты. Известно также из истории, что переживали, и какие-то были страдания и боли. Например, написано, проклят всяк, висящий на древе. Мы знаем, что наш Господь был распит на кресте. Его прибили к древу гвоздями. Обычно распитых людей прибивали не в ладонь, а вот в это место. Здесь проходит так называемый сидринный нерв, который вызывает страшную боль. Наверное, мы испытывали в жизни такие моменты, когда где-то локтем ударишь, и говорят, ой, как будто током ударило. И вот здесь вот этот нерв проходит. Очень многие распитые умирали от удушья. Потому что, когда тело всей массой свисало на прибитых руках и ногах, то перехватывало дыхательные органы. И человек, чтобы подтянуться и взять снова глоток воды, воздуха, это вызывало страшную боль. Тело буквально сводило судорогой. Кровеносные сосуды лопались от этих болей и страданий. И вот в этих муках и страданиях умирает Сын Божий. Он был изъязвлен за грехи наши. Он был обезображен падше всякого человека. Он пережил на кресте оставленность Отца. Вот то, что должен был пережить каждый из нас по причине греха. В нем не было вины, но Он взял наш грех и нашу вину на Себя. И так говорит нам Слово Господне. Я хотел буквально обратить внимание на последний момент, когда Иисус умирает на кресте. Писание говорит нам о том, что Он возгласил громким голосом, совершилось, и потом Он преклонил главу и спустил дух. Это говорит о Его добровольности. Давайте просто сконцентрируем еще раз внимание на этом выражении. Он преклонил главу не потому, что испустил дух. Он принимает решения. Он говорил своему окружению, своим ученикам, имею власть отдать жизнь и имею власть не отдать жизнь. До последней секунды Он контролировал ситуацию. Он мог не умереть. Он мог, вы знаете, все изменить, когда в Гефсимане Петр хотел за Него заступиться. И Иисус сказал, неужели ты думаешь, и я не мог бы умолить Отца Моего, Он послал бы двенадцать легионов ангелов. Нам трудно себе представить, что бы было, если бы ангелы пришли защищать Сына Божьего. Но когда Он висел на кресте, было достаточно бы одного благословенного взгляда, чтобы Сын помиловал Его, когда Отец помиловал Его, когда Он умирал на кресте. Но Он молится за грешных людей и говорит, Отче, прости им, они не знают, что делают. Бог мог бы выбить землю с орбиты со всеми грешниками, но Бог полюбил человека. И Бог отдал Своего единственного Сына за нас с вами. Это цена искупления. Это цена искупления. Он принимает решения и добровольно Иисус отдает свою жизнь. Он преклонил главу и вот Его решение Он отдает свою жизнь и испустил дух. Что мы читаем еще в Писании о драгоценной крови Сына Божьего? Первое, на что я хотел обратить внимание, это очищающая сила крови. Апостол Иоанн пишет в своем первом послании 1 глава 7 стих Кровь Иисуса Христа Сына Его очищает нас от всякого греха. Не часть грехов, даже немного грехов, а все грехи, все грехи. Сатана очень многих людей обманывает. И людям иногда трудно поверить, когда у них большой багаж греха в прошлой жизни. Я встречал людей, которых Сатана обманывал. Я помню одного мужчину, который в своей жизни задушил другого человека. Он прочитал объявление в газете о том, что есть больной, и кто будет за ним ухаживать и похоронит его, ему в наследство переходит дом. И он пошел на это, но этот больной не умирал. И тянулся один год, два года, три, я не мог дождаться. И однажды ночью я задушил его подушкой. Я получил дом, но я все потерял. Я встречал людей, женщин, которые в своей жизни сделали десятки абортов. Они потеряли покой, мир. Я встречал людей, вы знаете, когда они исповедали, говорили о своих грехах, я думал, это действительно трудно поверить, что теперь тебе не вменится этот грех. Но, друзья мои, я хочу вам сказать, если кто-то обременен сейчас виной и грехами, мы поем в одном гимне, хоть глубоко падение, хоть велика вина, любит тебя отец твой, это ведь часть твоя. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает от всякого греха. И мы читаем у пророка Исаии такие слова, если грехи ваши будут как багряное, как снег убелю, требуется покаяние, ожидается покаяние. Если вы искренне кайли в своих грехах, в это надо поверить. Это действительно так. Это говорит сам Бог. Это свидетельство Бога о Сыне Своем. И апостол Иоанн в этом же первом послании 5 главе говорит, если вы не принимаете свидетельство Божие, вы представляете Бога лживым Богом. То есть Писание говорит, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Если мы в это не верим, тогда мы допускаем мысль, что Бог способен на неправду. То есть своим образом жизни мы допускаем эту мысль. Давайте верой воспримем это. Это очищающая сила крови Христовой. Апостол Павел пишет Кримлинам. 5 глава 9 стих. Будучи оправданы кровью его, спасемся им от гнева. Это оправдывающая сила крови Христова. Нет ныне никакого осуждения. Давайте вдумаемся в это, братья и сестры, друзья. Виновный становится невиновным. Положение меняется. Кто будет обвинять избранных Божиих? Писание говорит нам, Бог оправдывает их, Христос оправдывает, и мы можем идти в присутствие Отца, в сопровождении Сына, который пролил свою кровь, который умер на кресте. Это оправдывающая сила крови Христовой. Далее, мы читаем в Откровении 12-11. Они победили его кровью Агнца. Сила крови это победа над дьяволом. Об этом говорит нам Священное Писание. Это так важно, братья и сестры. Римлянам 8-34. Кто осуждает? Христос умер, Он и ходатайствует за нас. Вина уходит. Вина уходит. Это также искупительная сила крови Христовой. Мы прочитали с вами наш текст 1 Петра 1 глава о том, что мы искуплены искуплены драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Вот это цена нашего искупления. Я помню историю читал как-то про группу туристов. Они заблудились в пустыне где-то и казалось, они должны были умереть уже, потому что не было воды, все пересохло, они уже не могли разговаривать, они еле двигались уже длительное время без воды. И вдруг они увидели вдали, сначала казалось, это мираж, но там действительно был один населенный пункт. И когда они ближе подошли, они даже не могли говорить ничего, но местные жители сориентировались, и похоже это был какой-то там как вождь этого племени или народа этого, он вынес глиняный кувшин с водой и подал этим людям. И мы начали пить сначала один глоток, другой взял глоток, третий взял глоток, потом они смочили губы, потом они стали омывать свое лицо этой водой, потом они стали плескаться, но почему-то местные жители смотрели очень строго, и как-то реакция была непонятна их на действия вот этих туристов, которые теперь расплескивали эту воду, пили ее и радовались, что они вернулись к жизни. Они остались там ночевать, и на другое утро они должны были двигаться дальше и хотели поблагодарить местных жителей, но когда мы посмотрели, никого нету, ни одной души, в одном домике, никого нету, и мы пошли дальше, но вдруг они увидели вдалеке, вдалеке увидели вот этих людей, они были буквально на коленях, на корточках, из карликовых растений, они по каплям собирали росу, одну каплю, в другом месте другую каплю, третью каплю, и потом эти капельки собирали куда-то, и потом их собирали в глиняный кувшин, и тогда они поняли, что они сделали, когда они расплескивали вот эту воду, которая с таким трудом доставалась, но это такое бледное сравнение, друзья, мы знаем искупительную силу крови крови Христовой, Писание говорит нам, что мы куплены дорогой ценой, Павел писал об этом в первом послании Коринфянам в шестой главе, он говорит, вы куплены дорогой ценою, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и душах ваших, которые суть Божия, Христовы, я помню в нашей семье был такой случай, моя супруга лежала в больнице, и она рожала девятого ребенка, это было очень непросто, и годы уже были, немолодая она была, и болезнь была определенная, и знаете, мы посещали ее в больнице, и мы очень переживали за жизнь нашей новорожденной дочери, и нам врачи сказали, это шансов очень мало, и там делали буквально переливание крови постоянно, потому что моей жены был отрицательный резус крови, у меня положительный, произошел резус конфликт, но много разных последствий, но в очередной раз, когда мы посетили ее через несколько дней после того, как она родила, я попросил заведующей прийти, я стал с ней беседовать, я говорю, ну как там наша доченька, что там с ней, она будет жить, ну, понятны переживания, если она на меня так смотрит, как-то строго, серьезно, и вдруг она мне говорит, мужчина, сейчас речь идет о жизни вашей супруги, я не ожидал этого, я не знал этого, я понимал, что это трудно, тяжело все, но мы думали только о доченьке нашей, и я увидел вот буквально боковым зрением, как вздрогнули мои уже достаточно взрослые дочери две, и когда мы ехали домой, они сидели на заднем сиденье, смотрю, они все в слезах, плачут, я так в зеркало видел это, я остановил машину, я сказал, девочки, вы уже взрослые, я вам хочу что-то сказать, я рассказал им, какой ценой каждая из них досталась маме, сколько она болела, какие страдания были, я им говорю, это была ценой жизни, понимаете, я говорю, вот мы же молимся, давайте себе теперь допустим эту мысль, ваша сестренка, которая сейчас родилась, Регина, она выживет, и мама тоже, и потом вдруг она будет непокорная, непослушная, доченька, грубая, резкая, дерзкая, они меня слушают, говорят, папа, это будет ужасно, но это будет неправильно, как можно? И знаете, тогда я им сказал, а знаете, мы достались Христу ценой жизни, и как это неправильно, когда мы ведем жизнь несвятую, когда нету вот этого страха, благоговения, вхождения пред Богом, и когда мы потом собрались дома, они поделились, видно, со своими братьями, вот этой мыслью тоже, и вся наша семья взяли, нашли большую такую открытку, и не договариваясь, они поздравляли маму с Новым годом, это было под Новый год, и не договариваясь, они писали, мама, прости, мы теперь по-другому будем тебе относиться, то есть пришло сознание вот этой цены, которая заплачена была, я скажу вам, когда мы шли на последнее служение года, уже в дом молитвы, мы опять склонились все на колени, и мы все молились и говорили, Господи, прости, мы теперь по-другому хотим жить, знаете, Господь показал нам на этом примере цену искупления, цену искупления, братья и сестры, вдумаемся, какая цена заплачена, чтобы мы были искуплены, это искупляющая сила крови Христовой, для нас это даром, но для Христа, давайте в это вдумаемся, какая цена заплачена, я помню, как-то к нам в Казахстан, когда я там еще жил, приехал один брат, он был медик, фельдшер, скажем так, с Германии, и он рассказал такую историю, он говорит, однажды его вызвали на куда-то, нужно было найти где-то адрес, он нашел, там был один тяжелый больной, мы не знали, что за болезнь, но надо было срочно туда ехать, и когда я туда приехал, говорит, такую картину я в жизни не видел, этот человек был буквально, говорит, от подошвы ног до темени головы, вот все было в гноящихся ранах. Господь, ты слышал молитву Марка, Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь это осознание, благодарю за то, что Ты даешь понимание, что только в Тебе сила, и только с Твоей помощью он способен будет жить победной жизнью, Господь, я прошу Тебя, и мы с церковью просим, чтобы Ты действительно простил и очистил, даровал, Господи, полный мир и доверие Твоему Слову, Господь, я прошу Тебя, помоги, чтобы, как и Слово Твое, учат, чтобы Он приложил все старания со Своей стороны, Господь, я прошу Тебя, пошли тех людей на Его пути, которые бы помогли Ему в этом, даруй, Господь, чтобы в вечности Он мог встретиться с Тобой и прославить Тебя, услышь молитву, нашу молитву Его и народа Твоего, аминь. Аминь, Аминь. Да, слава Господу. Присаживайтесь, братья и сестры. Слава Господу. Знаете, когда мы смотрим на пролитую кровь Сына Божьего, мы начинаем понимать, как ужасен грех, как ужасен грех. Но когда мы продолжаем смотреть на Господа нашего, мы понимаем, как сильна любовь, как сильно Он любит нас. И вот эта история про этого врача, который приехал, фельдшер, к этому больному, он говорит, это было ужасно. Его тело все было в ранах, как написано, вот просто струпья, гноящиеся раны. Но самое страшное было другое. Там были черви. Я видел, как этот червь, он в одну рану заползал и с другой выползал. Это было что-то ужасное. И когда мы этого больного привезли в больницу, врач, который принимал, он увидел, говорит, мое смущение, мою растерянность. И он говорит, мужчина, что с вами? Он говорит, я никогда такого не видел. Но он говорит, ну вы должны уметь себя держать в руках. Вы же медик. Как вы будете помогать людям, когда вы сами чуть ли не без сознания? Он говорит, ну это что-то ужасное. Он говорит, что вас больше всего смутило? И я, говорит, сказал тому врачу, черви, черви. Врач посмотрел на меня и сказал, молодой человек, эти черви спасли ему жизнь. Если бы их не было, он бы умер. Они вобрали в себя весь яд, который был в организме. И поэтому он еще жив, этот человек. И тогда, говорит, я вспомнил 21-й пророческий псалом о Христе. И яд же червь. Поношение в народе. Я подумал, вот Христос вобрал в себя весь яд греха. Он умер, потому что он взял на себя наше беззаконие и умер на кресте. Это действительно искупительная сила крови. Вот эта цена, которая была заплачена, он умер за меня из-за каждого из нас, братья и сестры. Это была примиряющая сила крови. У нас есть возможность иметь общение. Теперь Сын вводит нас в общение с Отцом. И это чрезвычайно важно. Он примирил с Собою. Об этом говорит, нам говорит Священное Писание. Это сохраняющая сила крови Христовой. Помните, в Ветхом Завете есть такая история, когда Бог выводил израильский народ из рабства египетского, и Он сказал, чтобы они помазали косяки и перекладины дверей кровью Агнца Первородного. И Он добавил такие слова, когда ангел-губитель пройдет по стану, Он говорит, увидит кровь и пройдет мимо. Увидит кровь и пройдет мимо. Это сохраняющая сила крови Христовой. Бог видит эту кровь. Кровь Сына, если мы пришли к Нему в покаяние, стали под струей крови Его, омылись, очистились, тогда нет вины. Вина ушла. Мы оправданы. Мы искуплены. Мы теперь Ему принадлежим, братья и сестры. И это очень важно. Это очищающая сила, оправдывающая сила. Она дает нам победу. Сила крови Христовой. Она искупила нас, примирила нас, сохраняет нас. Я хотел бы в заключении задать вопрос всем. Помните, когда Иисус Христос стоял в приторе Понти Пилата, и Пилат понимал, многие его удерживали от этого решения, чтобы распять Иисуса, и он тогда взял умывальницу с водой, умыл руки и сказал, невинен я в крови праведника сего. Смотрите вы, я хочу спросить всех, можем ли мы перед истекающим кровью Христом сказать, невиновен я в крови праведника сего. Все согрешили, и все лишены славы Божьей. У нас не было никакой надежды, никаких шансов, но он умер за грехи наши, он искупил нас, оправдал нас, и мы теперь дети Божьи. Я думаю, что это должно вызвать в нашем сердце особую благодарность, это должно мотивировать нас на святую жизнь, это должно побуждать нас проводить дни странства не так, как написано, со страхом и трепетом. Проводите дни странствования вашего, вы же знаете, чем вы искуплены, это была драгоценная кровь Иисуса, это нам сегодня напоминает Господь. Если в нашей жизни были моменты отступления, и мы понимаем, это было не свято, если пришло какое-то охлаждение, если не видно вот этого благоговения, вот этой жизни со страхом и трепетом, и Дух Божий кого-то обличает. И мы сегодня смотрим на распятого Господа. Друзья, какое вы примите решение? Сегодня Господь предлагает снова очистить все, омыть. Он призывает к обновлению духовной жизни. Он хочет поправить светильники тех, чья христианская жизнь угасает. Мы живем в это время последнее. Написано, как жених замедлил, задремали все и уснули. Это очень серьезное искушение. Нету горения, нету любви. И некоторые, не имея этой святости, не имея силы Божьей, впадают в искушение изобразить эту силу. то есть искусственно показать то, чего нету на самом деле. Друзья мои, сегодня день обновления, сегодня день очищения, и народ Божий должен желать этого. И если Господь кого-то зовет под струи крови Христовой, как этого молодого человека, которого коснулся Духа Божий, друзья, Духа не угасите. Будем взирать на начальника совершителя веры. Зачем? Чтобы нам не слабеть и не изнемочь душами нашими. Помоги нам, Господь. Я не хотел это сделать искусственно. Я хотел спросить, друзья, вы можете это и на месте делать. Иногда некоторых смущает, когда мы зовем кого-то выйти вперед. Если ваше сердце тронуто любовью Бога, и Господь вам по-новому показал силу крови, эту драгоценную кровь Господа, она была пролита, отдана жизнь, чтобы мы жили вечно. если вам нужно это обновление покаяния, просто засвидетельствуйте об этом. Мы за вас помолимся. Вы можете на месте даже помолиться. Может быть, мы сделаем такие группы, и вокруг братья и сестры, которые стоят за вас помолятся. Но кто действительно нуждается в этом обновлении? Вот просто встаньте тихо. Засвидетельствуйте это на месте, и мы будем видеть вас, и мы за вас потом помолимся. Есть такие, которых Господь зовет к обновлению духовной жизни? Просто тихо встаньте. На балконе, в зале, неважно, где вы есть. Хорошо, мы видим вас. Кто еще? Мы видим вас на балконе тоже, да. Хорошо. Друзья, смотрите на Господа. Написано, чтобы мы взирали на Него. Давайте мы сейчас помолимся. Давайте сделаем такие молитвенные группы, и рядом стоящие за вас помолятся. А я в заключении. Время для молитвы. Встанем и в группах, помолимся. мы благодарим Тебя, Господи, от всего сердца, что Ты сегодня учил нас и говорил нашему сердцу. Господи, мы хотим по Твоему примеру поступать свято. Ты прости, где-то не так было. Помоги, чтобы на фоне Твоей пролитой крови, взирая на Тебя, начальника и совершителя веры, мы имели вот это всегда побуждение, быть похожими на Тебя. Господи, мы благодарны Тебе, что Ты нас оправдал, что Ты нас очистил, омыл нас, что мы теперь дети Твои. Слава Тебе за это. Услышь молитву тех, кто обновлял свои отношения с Тобою. Помоги не усомниться, что Ты прощаешь и не вспоминаешь. И помоги теперь с благодарным сердцем идти за Тобою. мы просим все это во имя Твое. Аминь. Присаживайтесь. ПЕСНЯ ПЕСНЯ СПАСЕНЯ ЕГО ПЕСНЯ Возврещайте народу славу славу его народа народа чудеса Чудеса во всех премьерах, Чудеса Европы. 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 Сделаю объявление на предстоящую неделю. У нас будет вечернее служение в 5 часов вечера. Подросткового общения не будет. Наши подростки уехали на подростковую конференцию в State College. Поэтому сегодня Тимофея, брата, который ездил в миссионерскую поездку, среди них не было. Также часть этой группы, которые ездили, кто-то поехал в Нью-Йорк на посещение. Вечернее служение у нас будет тематическое. И можно назвать тему так «Практическое христианство. Наша речь во взаимоотношении друг с другом». Поэтому приглашаем быть на этом общении, чтобы размышлять и понимать, что от нас хочет Господь. Завтра в понедельник у нас также будет встреча. И это служителей, братьев-проповедников. И также, я думаю, что у кого есть желание и будет тема, вот брат Франц Гергарович будет проводить это служение душепопечения. В 7 часов вечера это будет у нас общение. Во вторник у нас при церкви здесь будет проходить похоронное служение. В 10 часов утра ушла к Господу наша сестра-пчелка Любовь Петровна уже где-то больше, ну, где-то около двух недель назад. Но ждали вот родных и близких. Поэтому в 10 часов утра здесь, на территории Дома молитвы, у нас будет похоронное служение. В среду у нас будет служение в 7 часов вечера. И дальше в четверг туда, в пятницу, в субботу, будет проходить конгресс служителей. С супругами туда едут служители. Это будет проходить в Сиэтле, штат Вашингтон. И некоторые наши братья с церкви, также с женами поедут туда на это служение. Поэтому просим, молитесь о нас, чтобы мы могли благополучно слетать туда. И оно было благословением для нас. В субботу у нас будет разбор Слова Божьего в 5 часов вечера. И в воскресенье у нас будет служение в 10 часов утра и в 5 часов вечера. После вечернего служения у нас будет общение семейных пар. Поэтому, ну, как чтобы рассчитывали, после вечернего служения это будет проходить. И также у руководства Академии нашей христианской напоминают, что продолжается набор студентов в Христианскую Академию. И окончательный срок подачи документов – 31 апреля. Поэтому, я думаю, для заинтересованных людей вы должны понимать и обратить на это внимание. Наши братья и сестры, которые ездили в Казахстан, посетили 48 церквей, провели две конференции, одну в Чемкенте, другую в Алмате. И все, кто там присутствовали, и церкви, которых посетили, они все передавали привет для нашей поместной церкви. Хотелось спросить, у кого есть привет еще передать для нашей церкви? С Тебехов, Вениамин. С церкви города Пульда. С Германии. Харисонбург, Вирджиния. За переданные приветы мы сердечно благодарим. Да, и просим от нашей церкви передавать приветы. Просим. Также, братья и сестры, кто обновил свои взаимоотношения с Господом, если у вас есть желание подойти, побеседовать с служителями, мы готовы и пообщаться, и вместе помолиться. И если есть какая-то помощь, нужна помощь в духовном служении, в работе, самим собой, может быть, где-то есть какие-то, может быть, то, что спотыкаемся, падаем, не можем что-то оставить, освободиться, то я думаю, что мы согласны вместе молиться, вместе работать, чтобы Господь помогал и давал силы в борьбе и со своей плотью, и с теми искушениями, которые приходят в нашу жизнь. Помолимся. Господь Бог наш, мы благодарны Тебе за то, что Ты нам подарил такое служение, когда мы могли слышать слова Твои, когда мы могли славить Тебя, нашего Господа и Спасителя. Ты для нас в сегодняшнем дне много сказал о том, что Ты любишь нас, о том, что Ты заботишься о нас, даешь нам все необходимое для нашей жизни, для нашего благочестия. Господь, Ты сегодня показал о том, что как дорого мы достались Тебе, и Ты хочешь, чтобы мы подражали Тебе, как чадо Твои, как послушные дети. Ты готов работать в сердцах, Ты готов приходить, иметь эту вечерю любви в наших домах, и Ты хочешь, чтобы мы искали Тебя, чтобы находили время, находили возможности быть с Тобой. Ты для этого все делаешь. Господь, помоги, чтобы мы могли постоянно об этом помнить, могли находить это время в нашей жизни, потому что Ты для нас много сделал, чтобы и нам отдавать себя полностью Тебе на служение. Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты даешь, вот и сейчас касаясь, вот ты видишь, сестра вышла с молитвой. Господь, благослови. Господь мой, я благодарю Тебя за то, что могу сегодня помолиться за мою дорогую сестру. Господь, благодарю Тебя за то, что Слово Твое, оно говорит, что блаженны нищие духом. Господь, мы являемся свидетелями, как сестра сознает эту нищету, как и многие из нас, Господь, и в этом наша сила. Я прошу Тебя с народом Твоим, чтобы Ты благословил ее, чтобы дал ей силы для победной жизни, быть, как она просит, примером в семье, чтобы Господь, это выражалось в ее достойном поведении, речи, жизни примерно. Я все это прошу во имя Иисуса Христа и для Твоей славы. Аминь. Аминь. Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты слышишь наши молитвы и готов отвечать на них. И мы просим благослови каждую душу, которая открывалась перед лицом Твоим и приносила свое состояние, понимая, что нищие за то, что нуждаемся в Тебе. Мы просим посети, наполни Твоей благодатью, наполни Твоим миром, чтобы иметь это сладостное общение с Тобой. Ты видишь, Господь, предстоящие служения, которые будут на этой неделе, все встречи, все беседы. Господь, благослови каждую семью, чтобы в наших домах звучало Слово Твое, чтобы звучала хвала ради имени Твоего Святого. Мы просим, Господь, благослови наших деток, нашу молодежь, всех мужей, чтобы они были священниками в домах и имели Слово Божие открытым при лицом Твоим. Мы просим, Господь, благослови каждую маму, жену, чтобы они могли показать, что они любят Тебя, любят проводить время в общении с Тобой, и детки могли подражать этому. Просим Тебя, Господь, благослови и помилуй нас. Прибудь с нами благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Духа Святого, да прибудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим!